В ближайшие дни часть жителей Риги снова сможет бесплатно использовать общественный транспорт. Окончательное решение о том, кому вернутся льготы на проезд, временная администрация Рижской думы примет завтра утром. Но ясно одно, всем не угодят. А вот кто сможет ехать бесплатно, расскажет Евгения Копылова. Городской транспорт раньше был бесплатным для пенсионеров, школьников, людей с инвалидностью, многодетных родителей и других. Но с объявлением режима ЧАЭС временная администрация отменила льготы. Теперь одна поездка стоит евро 15 для всех, но скидок осталось ждать недолго. Завтра утром у нас запланировано заседание думы, где мы можем принять окончательное решение. Сегодня подготавливаем проект и также обсуждаем с эпидемиологами. Категории, которые первыми могут получить обратно льготы, это инвалиды третьей группы, многодетные семьи, технические работники школ и школьники 9-х и 12-х классов, у которых запланированы консультации с учителями в школе. Скорее всего, изменения вступят в силу завтра, сразу после заседания. Для окончательного решения дума ждет ответ от Центра профилактики и контроля заболеваний и от Министерства сообщения. По мнению министерства, главное принимать решения, которые не приведут к проблемам. Как в прошлый раз, когда Рига с Сатексми резко сократила количество рейсов. Если опять-таки будут какие-то данные, что там люди скапливаются, как селедки в бочке, нельзя проверить, нельзя, и никто не проверяет, и невозможно проверить, есть эти маски, нет эти маски, они скапливаются, сидят там друг на друга, тогда, конечно, другое будет жесткое решение и все. Когда льготы могут вернуть остальным группам, неизвестно. Но вот что ясно точно, бесплатно ты едешь или нет, с сегодняшнего дня в транспорте нужно находиться в маске. И большая часть к этому действительно отнеслась серьезно. Такой вывод можно сделать после того, как наша съемочная группа проехала на четвертом троллейбусе. Из Лепня-Калнца до Вэфовского моста. Ну, я не сделала, но кто-то шьет, я купила. И планируете все время в ней ходить? Естественно. Как вы вообще относитесь к этому? Я вполне нормально. То, что нужно всем, я считаю, что это очень хорошо. Очень правильно, потому что и себя безопасить в какой-то мере, да, и других уберечь. Ну, люблю маски. Лучше, если бы все лицо закрывало. Понравилось бы больше. Есть и те, кто, по крайней мере, пока что катается без масок. А многие не верят в этот COVID-19, поэтому я отношусь так, 50 на 50. Но я и мои все родственники, мы, конечно, остерегаемся. Я вот шесть недель никогда не выходила и не выезжала. Поэтому мне сегодня просто необходимо. У меня нет маски, поэтому я закрываюсь так, постоянно. Напомню, что закрывать лицо не обязательно одноразовой медицинской маской. Сойдет и многоразовая самодельная маска, и даже шарф. При этом полиция особых рейдов не обещает. Но вот на региональном маршруте вам в поездке могут отказать. А вот в общественном транспорте ношение маски – это ответственность самих пассажиров.